Наша планета полна загадок, которые бросают вызов воображению, мест, которые кажутся прямиком из научно-фантастического фильма. Некоторые из них — творения природы, расположенные на отдалённых островах или в труднодоступных местах. Другие являются произведениями человеческой изобретательности, которые оставались скрытыми на протяжении веков. Сегодня мы отправляемся в удивительное путешествие по необычным уголкам мира. Номер один. Квартира в Эйфелевой башне. Эйфелева башня — один из самых знаковых памятников мира, расположенный в Париже, Франции. Хотя большинство людей знают башню благодаря её впечатляющей архитектуре и панорамному виду на город, немногие знают, что на третьем уровне Эйфелевой башни находится небольшая частная квартира. Эту квартиру построил сам Густав Эйфель, инженер, спроектировавший башню как личное и эксклюзивное пространство. Это люкс с гостиной, кухней, спальней и ванной комнатой. Эйфель использовал эту квартиру для приёма особых гостей, учёных и ведущих деятелей своего времени. Среди самых известных посетителей квартиры был изобретатель Томас Эдисон. Квартира скромно оформлена и сохранена в первоначальном виде со старинной мебелью и предметами. Сегодня он стал туристической достопримечательностью, позволяющей посетителям получить представление о том, как жил Эйфель, и оценить вид со своей личной точки зрения. В отличие от остальной части башни, квартира не была предназначена для широкой публики, что делало её эксклюзивной и особенной частью Эйфелевой башни. Из этого пространства открывается потрясающий вид на Париж и его окрестности. Номер два. Пещеры Вайтома, Новая Зеландия. Новая Зеландия – одна из самых красивых стран мира, и неудивительно, что здесь расположена одна из самых загадочных пещер. Пещеры Вайтома, расположенные в регионе Вайтома, чьё любопытное название по происхождению Маори означает «вода белый» и «вход тома». Впечатляют. Когда заглядываешь внутрь, кажется, что нас окружают тысячи звёзд гораздо ближе, чем те, что на небе. Эта пещера стала более чем идеальным домом для тысяч светлячков, особенно вида, известного как арахноцемполумнус. Этот вид грибного комара ярко светится в личиночной стадии, создавая поразительное зрелище. Номер три. Пещеры Барабар. Представляют собой комплекс высеченных в скалах пещер в индийском штате Бехар. Эти пещеры имеют значительную древность и относятся к периоду Мауриев, что делает их старейшими высеченными в скалах пещерами в Индии. Они известны своими надписями, некоторые из которых относятся ко времени правления монарха Маури Фашоки. Эти пещеры расположены на холме Барабар и прилегающем холме Нагарджун, причем некоторые из них считаются отдельной группой пещер. Они были вырезаны из цельной гранитной скалы, и большинство из них имеют две камеры. Первым должны были собираться большие собрания преданных, а во втором находилась ступа, сооружение в форме кургана, содержащее реликвии. Архитектура этих пещер особенно примечательна благодаря полировке Маурия внутри камер, которая создает характерный эффект эхо. Этот эффект оказал бы влияние на верующих, собравшихся в пещерах, добавив духовного измерения этому опыту. Номер четыре. Кривой лес. На нашей планете есть впечатляющие и загадочные леса, которые на протяжении многих веков были предметом историй и легенд. Один из самых необычных находится на северо-западе Польши и известен как удивительный и загадочный кривой лес. Это уникальное место в мире стало очень популярным в последние годы благодаря деревьям, которые принимают редкую форму гнезда и очень похожи друг на друга, что порождает множество теорий, объясняющих их происхождение. Интересно, что эта странная кривизна всегда указывает на север, а верхушки сосен совершенно нормальные. Появились различные теории, от инопланетного вмешательства до гравитационного притяжения или прохождения танков во время Второй мировой войны. Множество теорий и немного фактов, которые усиливают мистицизм этого загадочного леса, который будет продолжать интриговать нас еще долгое время. Не вызывает сомнений то, что это уникальное место в мире. Номер 5. Рокотсбрюке, также известный как Мост Дьявола, это исторический мост, расположенный в парке Кромлоу в Германии, недалеко от границы с Польшей. Он был построен в XIX веке между 1860 и 1861 годами принцем Фредрихом Германом Рёдшке. Этот мост известен своим уникальным архитектурным дизайном. Он представляет собой тонкий арочный мост из базальтового камня, который вместе со своим отражением в воде под ним образует идеальный круг. Мост расположен над небольшим озером, а его конструкция призвана создавать впечатляющую оптическую иллюзию. Когда вода спокойна, отражение моста в озере образует полный круг, что делает его очень фотогеничным и привлекательным местом для туристов и фотографов. Несмотря на свой хрупкий внешний вид, мост достаточно прочен, чтобы выдержать вес пересекающих его людей, хотя ходить по нему в настоящее время запрещено, чтобы сохранить его конструкцию. Рокотсбрюке представляет собой шедевр ландшафтной архитектуры и является частью более крупного парка с садами и дополнительными архитектурными элементами. Парк является популярным туристическим направлением, а мост – одним из самых фотографируемых мест благодаря своей уникальной красоте. Номер 6. Китайские висячие гробы. Это древняя и загадочная погребальная практика, проводимая различными культурами, в том числе этнической группой Бо, в провинциях Сычуань, Юньнань и Хубей. Эти гробы, построенные более тысячи лет назад, подвешиваются на скалах или помещаются в высокогорные пещеры, что очаровывает археологов и историков. Считается, что практика подвешивания гробов служила нескольким целям. Считалось, что размещение гробов на возвышенностях приближало умерших к небу и защищало их тело от животных и наводнений. Кроме того, высота символизировала социальный статус умершего. Гробы, сделанные из полых деревянных бревен, часто встречаются в труднодоступных местах, что уберегло многие из них от разграбления и разрушения. Техника подвешивания этих гробов остается загадкой, учитывая ограниченность инструментов и технологий того времени. В таких местах, как гора Лунху и ущелье реки Цзиньша, можно увидеть многочисленные висящие гробы, которые дают представление о верованиях и погребальных практиках этих древних культур. Хотя эта практика исчезла, подвесные гробы остаются важным культурным наследием и туристической достопримечательностью Китая. Номер 7. Байбажин. Загадочный археологический объект, расположенный на острове озера Терехоль в республике Тыва, Россия. Этот укрепленный комплекс, датируемый примерно VIII веком, сбил с толку исследователей из-за своей изолированности и отсутствия четких доказательств его назначения и обитателей. Название «Порбажин» с тувинского языка переводится как «длиннобитный дом», что отражает основную постройку этого места из сердцовых кирпичей. Дизайн «Порбажина» необычен. Стены высотой до 12 метров окружают прямоугольную территорию площадью около 3,5 гектара. Внутри этих стен находятся остатки нескольких построек, в том числе центрального здания, которое, по мнению некоторых, могло быть храмом или дворцом. Планировка этого места предполагает влияние китайской архитектуры, что привело к появлению теории о его возможном использовании уйгурами, тюркской группой, основавшей в ту эпоху империю в регионе. Цель «Порбажина» остается предметом споров. Некоторые археологи предполагают, что это могла быть военная крепость, административный центр или даже духовное убежище. Удаленность местоположения и отсутствие предметов быто усложняют интерпретацию памятника. Расследование выявило признаки пожара, который, по-видимому, уничтожил большую часть комплекса. Однако обстоятельства этого события неизвестны. Недавние раскопки и исследования с использованием передовых методов, таких как дистанционное зондирование и изотопный анализ, продолжают предоставлять информацию о «Порбажине». Эти исследования показали, что это место, возможно, было построено в результате одного монументального усилия и использовалось в течение короткого периода времени, прежде чем было заброшено. «Порбажин» — это не только археологическая загадка, но и место невероятной природной красоты, окружённая горным ландшафтом и изолирующим его озером. Его тайна привлекает как учёных, так и туристов, заинтригованных нерассказанными историями этого древнего сооружения. Каждое новое открытие в «Порбажине» предлагает дополнительную часть исторической загадки, расширяя наше понимание культур, когда-то населявших этот отдалённый регион Сибири. Номер 8. Накше Ростам — это увлекательный археологический памятник, расположенный недалеко от древнего города Персеполь в Иране. Это место известно своими впечатляющими рельефами, вырезанными в скалах, и монументальными гробницами царей Ахименидов. Среди монархов здесь похоронены Дарий Ай, Ксеркс Ай, Артаксеркс Ай и Дарий II. Фасады этих гробниц высечены в скале в форме крестов, известных как «Персидские кресты». Помимо гробниц, в Накше Ростаме находятся сосанитские рельефы, изображающие важные исторические события и батальные сцены. Одним из наиболее примечательных рельефов является изображение вступления в должность Ардашира Ай, основателя сосанитской империи, на котором изображён царь, получающий кольцо власти Атахура Мазды, верховного бога зороастрийской религии. На этом месте также находится загадочное здание, известное как Каба-Язартошт или Каба-Зороастра, квадратное сооружение, точная функция которого остаётся предметом споров среди археологов. Считается, что это мог быть храм огня, место хранения священных текстов или гробница. На Акше ростом имеет не только историческое и художественное значение, но также и религиозное и культурное значение. Трехязычные надписи на этом месте сыграли решающую роль в изучении древних языков, помогая расшифровать персидскую клинопись. Это место предлагает глубокое представление о династиях, правивших Персией, и их достижениях в архитектуре, скульптуре и управлении. Это место является неприходящим свидетельством величия древней Персидской империи и её преемников, отражая преемственность и изменения на протяжении тысячелетий иранской истории. На Акше ростом остаётся важным местом для учёных, туристов и тех, кто интересуется богатым культурным наследием Ирана. Номер 9. Таинственные церкви Лалибелы, Эфиопия. В Эфиопии есть город Лалибела, который на первый взгляд может показаться не очень интересным, если не считать его церквей. Однако эти церкви не только интересны, они ставят в тупик даже современных учёных. Причина. Они высечены из камня и вулканической породы, и каждая из трёх церквей уникальна и неповторима, отличается своим стилем. Некоторые из этих сооружений расположены в ямах и окружены скалами, а другие высечены прямо в скалах. По подсчётам учёных, они были перестроены в XII и XIII веках нашей эры, а на их постройку с нуля ушло всего 25 лет. Возникает вопрос, как древние жители Эфиопии, не словившиеся своими передовыми знаниями и умениями, смогли за столь короткое время создать столь искусные и невероятные церкви с помощью примитивных инструментов. Исследователи до сих пор не до конца разобрались в этой загадке, но у местных жителей есть свой ответ — помощь божественных сил. По местному преданию, для участия в создании этих церквей на землю спустились как простые рабочие, так и ангелы. Сотрудничество человека и небесных существ породило архитектурные памятники, которые и сегодня остаются загадкой. В Африке есть больше загадочных зданий, чем знает большинство людей, а церкви Лалибелы являются уникальным архитектурным сокровищем на континенте. Номер 10. Лестница смерти. Поход на Уайна-Пикчу в Перу временами может быть трудным и пугающим, но это, несомненно, одно из лучших занятий в Мачу-Пикчу, легендарном затерянном городе Инков. Не пугайтесь имени. Несмотря на то, что ее называют лестницей смерти Мачу-Пикчу из-за ее крутизны и узкости, за последние годы здесь произошло очень мало несчастных случаев и смертей, и она вполне безопасна, если вы не проявляете неосторожность. Уайна-Пикчу имеет высоту 2693 метра, а на вершину ведет лишь узкая лестница. Впечатляющий вид сверху – главная причина, по которой люди поднимаются на Уайна-Пикчу. Нет лучшего места, чтобы увидеть руины Инков в Мачу-Пикчу, чем с этой точки зрения. Восхождение на Уайна-Пикчу занимает около двух часов. Номер 11. Гора Крестов. Место паломничества на севере Литвы. Точная история практики – оставлять кресты на холме неизвестно, но считается, что первые кресты были установлены после восстания в 1831 году. На протяжении веков посетители-католики несли не только кресты и распятие, но и статуи Дева Марии, резные изображения литовских патриотов и тысячи миниатюрных изображений и четок. Точное количество крестов неизвестно, хотя, по оценкам, в 1992 году их было от 50 до 5 тысяч. Гора Крестов является популярным местом паломничества в Литве и стала олицетворением мирного упорства литовского народа, несмотря на опасности, которым он подвергался на протяжении всей истории. Литва стала частью Российской империи после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. В 1831 и 1863 годах поляки и литовцы пытались, но безуспешно, свергнуть русских правителей. Эти два восстания связаны с возникновением холма, когда семьи не смогли опознать тело павших повстанцев и начали возводить символические кресты на месте древнего форта на холме. После распада Советского Союза в 1990 году изготовление литовских крестов стало чрезвычайно популярным, и холм был возведен как дань уважения стремлению литовского народа сохранить свою религиозную и национальную идентичность в те трудные времена. В результате в годы, после советской эпохи, количество крестов увеличилось, и литовское общество, свободное от религиозного притеснения, смогло исповедовать свои религиозные убеждения, не опасаясь преследований. Номер 12. Октябрьская пещера. Пещера, расположенная в Крымской области Украины. Известно, что это одна из крупнейших мраморных пещер в мире и входит в систему крымских мраморных пещер. Пещера была открыта спелеологами в 1966 году и с тех пор стала популярным местом среди туристов и спелеологов. Октябрьская пещера отличается своей природной красотой, с большим разнообразием сталактитовых и сталагмитовых образований, колонн и других впечатляющих скальных сооружений. Некоторые образования чрезвычайно хрупкие и состоят из кристаллов кальцита, что придает пещере яркий и красочный вид. Посетители могут исследовать различные галереи пещеры, включающие камеры разного размера и ходы, заполненные необычными скальными образованиями. Для облегчения доступа туристов проложены тропы и пешеходные дорожки, а гиды могут предложить информацию о пещере и ее геологической истории. Октябрьская пещера – важный исследовательский объект для геологов и спелеологов, изучающих горные образования и геологические процессы, сформировавшие пещеру. Кроме того, пещера является примером богатого подземного биоразнообразия региона, поскольку здесь обитают уникальные виды фауны, приспособленные к жизни в темноте. Номер 13. Самый одинокий дом в мире. Возникновение дома восходит к 1950 годам, когда Исландская Охотничья Ассоциация построила хижину для использования в качестве охотничьего домика. Дом представляет собой простую деревянную постройку, без электричества и водопровода. Он служит убежищем для охотников, посещающих остров, во время сезона охоты на морских птиц, особенно на тупиков. Хотя иногда ошибочно говорят, что дом был подарком певице Бьорк, это неверно. Остров и дом являются примером природной красоты Исландии с потрясающими пейзажами, включая горы, скалы и дикую растительность. Уединенность и спокойствие этого места делают его уникальным и загадочным местом, привлекающим внимание посетителей и любопытных людей со всего мира. Номер 14. Арар, более известный как шведский Стонхендж, представляет собой странную группу камней, расположенную на юге Швеции, состоящую примерно из 59 гранитных блоков весом 5 тонн каждый, помещенных в кольцо в форме корабля длиной 67 метров. Он был создан около 1400 лет назад, и его историческая функция до сих пор неясна. Согласно легенде, это могло быть местом захоронения мифического короля, а радиоуглеродное датирование указывает на то, что под поверхностью могли находиться тела, датированные 55.00 летней давностью. Однако некоторые эксперты предполагают, что памятник использовался для наблюдения за лунными циклами и отслеживания летнего солнцестояния. Реальность такова, что никто не знает наверняка.